Узбекистан Поселок Козылроват расположен в глубине пустыни Козылкум, суровы природные условия. Нерациональное управление пустынными пастбищами ведет к потере растительного покрова, уплотнению и выбиванию почвы. Население уязвимо к подвижным пескам. Нестабильность уровня воды в реке Амударья препятствует занятию земледелием. Трудно, но жить надо. Как улучшить условия жизни? Для снижения передвижения песков на поселок и дороги, по рекомендации проекта, жители стали использовать механические защиты. Пески закрепляются. Идет самозарастание пустынной растительности. Совместно с проектом созданы питомники. Теперь имеется собственный семенной материал. Для развития земледелия при поддержке проекта в Козыл-Равате организована полевая земледельческая школа. Налажен полив поселка. Вода подается во дворы и огороды. 30 семей объединились в группу водопотребителей и стали активными земледельцами. Поселок озеленяется. Население обеспечено овощами и фруктами. Создается благоприятная окружающая среда. Животноводство – основной источник доходов в Козыл-Кумах. Но стада пасутся на одних и тех же участках. Бессистемно. Из 29 колодцев Ширката использовались только 8 и пастбища вокруг истощались. Требовались новые подходы к ведению пустынно-пастбищного животноводства. Теперь создана комиссия пастбища пользователей. Используется предложенная проектом схема ротации пастбищ. Каждый сезон овцы переводится с одного участка на другой. Растительный покров восстанавливается. Новый план землепользования, составленный с участием Ширката и Хакемята, оказался результативным. Продуктивность пастбищ возросла на 20%, а доходы от животноводства – почти на треть. Убедительны выгоды и от восстановления заброшенных водопойных колодцев. Каждый колодец нам прибавляет порядка 10 тысяч гектаров дополнительных пастбищ. Максимум 2-3 года они возвращают деньги. Для улучшения качества породы овец проект приобрел 8 племенных баранов. За три года приплод составил свыше 2000 высокопородных овец. В итоге повышены экономические возможности каракулеводческого предприятия. Получив в 2012 году сертификат о статусе племенного хозяйства, Ширкат освобождается от налога на землю, а сэкономленное средство сможет направить на улучшение окружающей среды. Мы составили план породации пастбищ. Нас обеспечили тремя насосами. Старые колодцы восстановили. Глубинные насосы качают воду. Пользуемся теми пастбищами, которыми не пользуемся. Деградированные пастбища улучшаются. Опыт проекта распространяется на районном, областном и республиканском уровнях. При Хакимяте Арамитанского района действует рабочая группа по современным способам управления земельными ресурсами. Ее участники обучаются сами и консультируют других. Создан региональный центр по животноводству и зооветеринарии для Бухарской области. За один год более 200 специалистов обучены современному ведению пустынно-пастбищного животноводства. Своим опытом проект поделился также и со слушателями Академии Государственного управления при Президенте Республики Узбекистан. Выпускники Академии в будущем будут участвовать в развитии пустынных регионов Узбекистана. Современные подходы к ведению хозяйства в пустынной экосистеме привели к переменам в Козелкумах. Мы готовы поделиться опытом. Субтитры создавал DimaTorzok